шалом я думаю что каждый когда-то попадал в ситуацию когда затраты превышают нужды жили мы не тужили все было хорошо и вдруг появляются разные ситуации разные и мы стоим перед дилемой нужно сэкономить или с другой стороны найти какие-то другие источники парносы то есть заработка и повысить как-то уровень своего комфорта и тогда не будут возникать такие проблемы однажды тяжелой смертельной схватки сцепились суслики и крысы вот между ними оказался тушканчик который спрашивает ребята вы вообще чего вы так вот до конца идете до победного крысы говорят вот эти объедают всю нашу еду их становится все больше и уже не хватает нам в этих полях лугах еды и вот они говорят суслики если мы уничтожим крыс нам достанется больше еды в свою очередь крысы говорят слушать тушканчик ты как мудрый зверек должен понять что вот этих сусликов если будет меньше еды нам будет больше вот эту логику тушканчик трансформировал в идее он сказал ребята из того чтобы каждый из вас нашли какие-то вот другие поля луга увеличили потенциал вашей еды вы начинаете убивать один другом нашей жизни есть масса таких проблем масса таких примеров когда один конкурент просто должен уничтожить и задавить другого потому что он ему мешает наверное нет в мире 7 где не возникает конфликт между мужем и женой где деньги дорогая что ж ты хочешь я выхожу из ряда вон я я а вот это непонятливая жена она говорит слушай у нас тут это надо купить у нас тут это у нас отпуск какой-то там планируем у нас пандемия которая закрыла нам все у каждого человека в каждой семье возникает такие вещи и здесь обычно тоже начинается война каждый из вот этих двух сторон он начинает защищать свою позицию кто больше приносит кто больше дает и тут тоже можно найти я его не называю компромиссом а просто решение вопроса нужно чтобы две эти стороны пришли к выводу надо увеличить доход увеличивают доход два человека почему люди которые находят вот такие вот решения они становятся удачливыми успешными не только потому что они талантливы а потому что они понимают и поддерживают мир всевышний поддерживает мир он открывает источники парносы тем кто делают в мире гармония гармония это шалом настоящий шалом это гармония это не захват территории не подчинение других себе не вынуждение платить других дань проценты откаты мир это гармония между людьми когда все могут существовать если есть человек который вот такую вот маленькую гармонию открыл такой вот мини оазис всевышний направляет туда огромные потоки финансов шалом шалом